друзья всем привет здравствуйте друзья мы как всегда раскуркуливаем нашего владимира кирюшина потому что оказывается человек знает как хранить долго томаты все овощи а главное самое главное он это делает поэтому сегодня мы будем говорить как же долго сохранить яблоки и груши принципе одинаковое хранение мы будем показывать на груши и володя расскажет как же он себе долго хранит свой урожай это груша парижанка она осенняя и если ее снять сейчас правильно она будет храниться долго значительно дольше чем обычно мы начинаем с момента сбора собирать только в сухую погоду то есть если у нас плоды будут мокрые так нельзя второе это тара для хранения вот таких ящиках мы храним и малину не храним а собираем двое суток у нас хранится она и храним овощи вот деревянный ящик хуже или лучше если мы берем деревянный ящик он должен быть со столбиками вот здесь то есть идеальный вариант чтобы наши фрукты и овощи проветривались или отдельно каждый ящик ставить правильно ну да ну это будет столько места так мы видим что у нас с грушами все хорошо в этом году и и мы видим что у нас груши или уже полностью достигли биологической спелости или у них спелость техническая они чуть-чуть еще зеленоватые вот именно такими и нужно снимать плоды на хранение значит берем грушу обхватываем ее всей рукой не двумя пальчиками а всей рукой чтобы меньше давить на нее и вот таким вот боковым движением обламываем плодоножку коем случае не давим на наш плод и внимательно осматриваем его на предмет повреждений все груши и яблоки с минимальными повреждениями ни в коем случае не должны идти на хранение их откладываем отдельно едим прямо сеть укладываем нашу грушу вот таким вот образом можно конечно положить тогда они займут просто меньше места боковым движением вот успелой груши и яблоко плодоножка легко обманывается то есть такую можно да осмотрели положили ни в коем случае не бросать то есть если вы видите тут шкурка покрыта таким тонким восковым налетом если у нас не поврежденный восковый налет а вот это уже не годится видишь кто-то ее погрыз значит груши с повреждениями мы съедим просто прямо сейчас и совсем хорошо если наша груша еще будет немножко зеленый а мы отбраковали несколько груш 4 на самом деле это очень мало для такого количества 8 а вот здесь у нас кто-то ее повредил плодожорка скорее всего и началась гниль мы это вовремя увидели тут у нас тоже какое-то чуть-чуть повреждения все хоть немножко сомнительное лучше браковать тут тут у нас манилиоз похоже начинается и вот здесь у нас неудачно она обломилась и получилось рано на месте плодоножки она может стать источником плодовой гнили друзья это не груша обломилась это же они неправильно срывал то бишь я такой процент от браковки можно вообще не считать за серьезный значит после этого есть еще пара тонких моментов не нужно сразу засовывать наши груши в подвал в котором они будут храниться при температуре в 78 градусов цельсия идеальный вариант вообще 34 если объемы маленькие можно положить это все в овощной ящик холодильника там хранится хорошо вообще хорошие условия хранения это три-четыре градуса выше нуля ни в коем случае не промерзание и влажность в процентов 80 85 вот сразу вопрос если ложу в холодильник я об ящике ложу ну если они влезут у тебя в твой холодильник то да конечно а так без ящика ну да просто не нужно опять же их сваливать кучей тогда они испортятся заметно быстрее вот и кого высокий ящик второй ряд можно сделать так можно сделать очень аккуратно второй ряд если они тверденькие но лучше все-таки в один а вот три-четыре и навалом как картошку точно не стоит хорошо друзья то же самое по для яблок точно также с плодоножкой срываем точно также по отбраковываем те которые есть повреждения но и под также храним так и еще друзья это тоже очень важный момент не храните яблоки и груши рядом скажем с квашеной капустой или картошкой они очень набирают запах и еще один тоже важный момент который никак нельзя упустить не стоит хранить рядом сорта с разными сроками созревания то есть условно говоря парижанку которая осенняя груша с флориной которая позднее зимнее яблоко потому что она ускорить созревание флорины это раньше начнет портится так они уже сорваны как она может ускорить они выделяют эти люди живые существа и они выделяют этилен который гормон созревания которые влияют на соседние плоды тоже я не знаю если мне удивленное лицо но я правда удивлен вот еще скажи пожалуйста я знаю но это не совсем наверное экологический способ когда парафин раз да это такой тоже хитрый способ продления ну как бы сохранение плодов подольше товарный вид думаю что коммерческие организации используют очень трудоемкий те скорее напыляют что то берут просто яблоко и кисточкой аккуратненько наносят расплавленный воск или парафин или погружают на мгновение в расплавленный воск или парафин такая восковая оболочка не дает влаге испаряться из груши и позволяет дольше их сохранять если вы храните плоды более сухих условиях у меня вопрос парафин как я знаю в организму не самое полезное вещество но он и не вредный он никак не разлага никак не реагирует с организмом то есть парафин в конце концов можно просто почистить эту самую джи вы моих парафин уже он внутренний счастье шкуру то есть это ничего конечно если вы парафинировали плоды то стоит просто почистить их от шкурки все за ну конечно мы это не делаем это просто я спросил потому что я знаю вот такой вот способ конечно никто из нас там дел друзья спасибо большое за просмотр и спасибо что нас смотрите пишите лайкаете хотим еще давайте еще нам это нравится всем пока счастливо и хотелось бы чтобы вам удалось сохранить ваши плоды аж до следующего урожая